Так, поехали. Да, это нужно сказать официально, что у нас уже третий урок по Игресу Койдыш, очень длинной книги. И так как-то сложилась судьба нашего изучения Игреса Койдыш, что третье занятие, третий раз лыхаем. Но сегодня у нас лыхаем, бесспорно, оправданно, начало учебы, потом улезло в день рождения, а сегодня у нас Йорцет Алтаребе, поэтому есть по какому поводу поучить Тору, и учитывая, что мы учим Тору Алтаребе в его Йорцет, скажем лыхаем, чтобы, я не знаю, загадок желания или нет, но сто процентов мы можем пожелать сами себе, чтобы заслуги Алтаребе, которые особо преобладают в этом мире, в годовщину его ухода из этого мира, и к особенности, когда мы увеличиваем их, изучая его Тору, дай Бог, чтобы нам чуть-чуть перепало, его заслуги распространились на нас тоже. Лыхаем лыхаем. И мы находимся на 488-й странице, давайте начнем с, это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, седьмая строчка сверху, на самом деле мы частично перешли уже к Тохену, к самому смыслу этого послания, напоминаю, что называется книжка Игариса Койдыш, как святое послание, но не является она единой книжкой, является набором разных посланий на разные темы Алтаребе, где он в публичных письмах описывает, описывает в принципе, что такое хасидский образ жизни, который на тот момент происходит только процесс его становления. И, 488-я, и начинает он именно с изучения Торы, причем подчеркиваю, это говорит, что идет речь о изучении именно о устной Торе. На прошлом занятии мы чуть-чуть посвятили этому времени, поэтому не буду на это возвращаться, что-то, в чем разница устная письменная Тора. И единственное, что я хочу повторить, и то, что нас будет касаться, конечно же, дальнейшего материала, который мы будем изучать, это то, что устная Тора у нас является, если говорить о сферот, то это сферот гвура, это строгость, это сокрытие, это суд, а письменная Тора это хаси, логика достаточно милосердия, доброта, это логика достаточно очевидная, потому что идея хаси, да, это пробуждение сверху вниз, хаси это тот, который дает, да, это какое-то движение сверху вниз, движение давания, если так можно сказать, да, это источник раскрытия, мы говорили об этом в предыдущих книжках тоже, что идея хаси это раскрытие, гвура это наоборот принятие и в первую очередь через сокрытие, даже не столь принятие, а в принципе сам процесс, неправильно будет сказать именно принятие, а именно процесс сокрытия, и мы объясняли на прошлом уроке, что идея сокрытия, когда мы говорим с классической точки зрения, я понимаю, что мы можем там упоминать всякие крутые термины, типа цинцум у нас, цинцум первый, цинцум второй, и всякие разные интересные дефиниции, но основной принцип, когда мы говорим о сокрытии, мы приводили, если я не ошибаюсь, пример из программирования, когда для того, чтобы решить большую задачу, нам нужно ее разбить на много маленьких, на функции и процедуры, и это идея гвуры, гвуры, сокрытие гвуры не заключается в том, что это какое-то сжатие информации, а заключается в первое, это стандартное понятие того, что такое сокрытие, сокрытие это сжатие информации, но мы сегодня опять же будем об этом говорить, что сокрытие должно быть в такой степени, чтобы сущность информации не исчезала, и поэтому, когда мы говорим гвура как сокрытие, это идея не сокрытия сжатия информации, а сжатие информации за счет детализации, за счет, что это одну большую проблему делят на много маленьких, в этом и заключается идея устной торы, что если в письменной торе у нас написано, не разжигайте огонь, шаббат во всех местах своего проживания, то наши мудрецы начинают копаться в каждой букве этого предложения, и что оно означает, для того, чтобы определить, что же такое запрет шаббата, я, кстати, хочу просто подчеркнуть, что единственный запрет, конкретно то, что нельзя делать шаббат, то, что конкретно работа запрещенная, которая упоминается в шаббат-торе, это именно разжигание огня, все остальное из этого, дальше мы учим, что 39 категорий работ, которые выполнялись в строительстве и обслуживании храма, это те работы, которые запрещены, вот это все учения, эти логические установки, эти уравнения, эти восполнения промежутков и восполнения информации, это устная тора, она детализирует какое-то одно общее постановление, что оно все пошло из-за того, что нельзя огонь разжигать, все 39 работ, да, а что, больше ничего не говорится? Нет, нигде в Тории не написано, что нельзя писать авторучкой, даже, а, учим, что нельзя писать авторучкой, потому что нельзя красить, ну, сейчас не законный урок по законам шаббата, но нельзя красить, но то, что нельзя красить, потому что красили ткани для построения храма, и это то, что запрещено в шаббат, это 30, огонь, это просто напрямую с этого начинается, еще до дарования Торы, еще до 10 заповедей, написано не разжигать огонь, но от уже горячего огня что-то зажигать? Нет, это в праздник, в шаббат нельзя от зажженного огня, О, в храме это все делалось, в храме это все делалось, именно эти работы, которые в шаббат были завершены в храме, не в храме, они запрещены, в храме все было, там совершенно другие измерения, окей, но опять, секунду, сейчас у нас не в Европе закон шаббата, это очень важная тема, и 100% о ней нужно говорить, но, извините, меня немножко не хватает на все темы говорить, отдельно делать уроки, поэтому нужно учиться всем и самим учиться и передавать информацию, слава богу, она доступна, но идея устной Торы, это именно эта гвура, это именно это сокрытие, это детализация, которая дает нам возможность понять, объяснить, что значит от общего к частному, от частного к общему, например, с тем же самым молочным и мясным, если я не ошибаюсь, мы говорили об этом на прошлом уроке, написано про ягненка, причем здесь все остальное, мы учим, что это самый минимальный случай, и дальше от этого учиться и так далее, и пошли и поехали, то есть это записанная устная Тора, и к чему алтар об этом говорит, потому что начинает он это послание с того, что он говорит, какие вы молодцы, спасибо большое, что вы изучаете Талмуд каждый год, заканчиваете весь Вавилонский Талмуд во всех хасидских городах и общинах, и тогда он и начинает объяснять всю идею того, что такое устная Тора, что это сокрытие, что это гвура. Давайте начнем немножко дальше по тексту, я уверен, что у нас возникнут еще вопросы, и так, здесь он говорит, чтобы рассказать, зачем нужно изучать устную Тору, чтобы рассказать всем людям всю гвуру, всю величие Торы, именно устная по Торе Шебе-Аль-Пе, ее силу и ее славу. Теперь, здесь еще, мне кажется, я упоминал об этом на прошлом уроке, но я хочу еще раз подчеркнуть, я недавно попал просто в такую ситуацию, был на одном фарбрегине, где собрались нерелигиозные люди, относительно кто-то чуть больше религиозный, кто-то чуть меньше религиозный, и кроме меня, из таких, скажем так, хабадников со всеми половыми признаками, был только еще один человек. И это был чей-то день рождения, и там, значит, говорили слова Тора и так далее, и я когда пришел, ко мне там возник вопрос, там, с точки зрения Аллахи, по поводу виски, там, ну, стандартный вопрос такой компании, виски кошельный, не кошельный, что, как определяется. И я сразу спросил у тебя, потому что можно говорить об этом очень много, я говорю, смотрите, вам нужен просто ответ, или вы хотите целую лекцию на эту тему? Неважно, да, и ты там, по-моему, тоже был, да, и я сказал, нет, хотим лекцию, и мне пришлось дать целую лекцию, но так как там упоминали всякие законодательные термины из Кашуса, с которыми люди в основном были не знакомы, поэтому их тоже нужно было объяснять. И это пришло фарбрегин, к которому мы привыкли, что говорят хасидские истории, и все там говорят так далее, давайте все там рэпом ашех, и все такое, перешло к тому, что это была техническая лекция по законам Кашрута от меня, которая вообще была абсолютно импровизированная. И другой человек, который был, как я сказал, с первичными, не очень половыми признаками реального хабадника, он очень возмущался этим вопросом, он говорит, ну, хватит уже об этом говорить, давайте хасидус, давайте то. Народ требовал. Да, народ требовал другого, да. Я ни в коем случае не хотел ни идти, гад, ни на какой конфликт, но обратите внимание, алтаребы начинают свою книгу и говорят, сакой, даешь, с послания, первое послание, которое должно писать, что такое хасидский образ жизни, оно начинает именно с того, что, блин, учите Талмуд, учите открытую Тору, не Нигла, не Кабалу, не там еврейскую мистику, а ну, самое, он говорит, самое крутое, это вся слава Торы, это то, что изучает Тураша Байальпе, учат устную Тору, в данном случае он говорит конкретно о Талмуде, хасидус это тоже, Тураша Байальпе, хасидизм тоже, но в данном случае он говорит именно о Талмуде, о том, что заканчивают Талмуд во всех местах. Одна из причин, я, мне кажется, упоминал на прошлом уроке, почему алтарабы уделяют такое внимание, одна из причин в этом, также в том, что хасиды всегда обвиняют, что они ничего не учат, что хасиды вообще вот не знают, не умеют учиться, не умеют то и то, окей, да, все, что делают, это лишь бы пукнуть потенциал, смотрите, я, не, 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 там секретарь, я не тот человек, которого буду отрицать, и, да, нужно уметь со в них связи критиковать, да, часто нужно называть вещи своими именами, что часто даже люди, которые занимают важные всякие посты, очень далеки от знания простого еврейского законодательства, но при этом они хорошие парни, но, как говорил мой первый учитель, то, что хороший парень это не профессия, раввин это не хороший парень, но основная причина, почему пошел этот поклеп, это тоже не потому, что хасиды не учились, а потому, что в хасидских ешивах была введена новая дисциплина учебы, был введен новый предмет, который начали изучать, это был хасидус, это было учение арабеям, именно вот эти вот хасидские дискурсы, то, что мы сейчас с вами учим, то, что до этого, а, его не сильно было, б, учебы в ешиве, это Талмуд и Аллаха, и то Аллаха это только так, чуть-чуть, сбоку припеха, а главное это изучение Талмуда, главное это понимание законодательства и так далее, да, можно говорить о углубленной разнице между литовским подходом к изучению Талмуда и хасидским подходом к изучению Талмуда, но это не тема для сегодняшнего разговора, и Алта Рэбе здесь подчеркивает, нет, мы, для нас главное, самое главное в изучении Тора, это изучение Талмуда, самое интересное, что потом, так сказать, на мой взгляд, я не могу делать никаких исторических выводов, есть люди, которые гораздо меня знают из той лучшей истории и хасидизма, и литовского иудаизма, но я думаю, что правильно будет сказать, что под влиянием того, чтобы хасидские и ешивы начали изучать хасидизм, как не философия, а как именно идея мировоззрения, морали и философии какой-то степени тоже, то затем в литовские ишивы была тоже введена дисциплина, которая называется мусар, мы говорили об этом на прошлом уроке, это именно изучение морали, и Алта Рэбе подчеркивает, для того, чтобы показать, мы блинучим Тору, грызем камни Талмуда, что это вся слава и величие Тора, именно устная Тора, и тут он приводит очень интересную аллегорию, на которой мы, конечно же, немножко задержимся, читаем дальше, объясняет Шлома Амеллах, царь Соломон, приводит он в данном случае, практически неприфразивную цитату, из книги Мишлей, апоясалась силой свои бедра, очень странное сравнение, объясняет царь Соломон, что это и есть величие Торы, апоясаться бедра, причем здесь бедра, да, мы знаем, что царь Соломон был любитель этого дела, но при чем здесь, какая связь с нашей святой Торой, посмотрите, как алтареб объясняет, матнаем эндавара маамид, что бедра, это та часть, которая устанавливает, колагув имрош аницаба уметале, все тело вместе с головой, которая возвышается над всем телом, теперь, что он называет здесь, давайте попробуем расшифровать это предложение, что алтареб здесь использует, цитату из книги Мишлей, говорит о том, что такое слава, когда он говорит, опоясалась славой свои бедра, как там на русском, как слава переводится, силой, окей, что такое здесь сила, и что такое бедра, тазовыми костями, по-моему бедра звучит более прилично, чем тазовые кости, извини, бедра, а пояса, окей, конечно, здесь мы должны сказать, что тора, это то, что, это пояс, да, потому что он сказал, что тора, это оз, это, это и есть, это сила, так, теперь тогда нужно понять, что такое бедра, алтареба не объясняет, что тора это сила, потому что до того он сказал, что это изучение устной торы, это и то, вот предыдущее предложение, это то, с помощью чего он показывал величие, славу и силу тор, а поэтому понятно, что сила в данном случае это тора, именно устная тора, а что же тогда эти бедра, бедра он говорит, что это то, что держит на себе тело, так, теперь, я бы хотел на секунду задержаться, дальше мы будем объяснять более подробно, о том, что имеется ввиду бедра, и с чем алтареба их сравнивает, но, я бы хотел вместе с вами попробовал посмотреть эту аллегорию со всех сторон, когда алтаребы говорили, что бедра это то, на чем стоит тело, давайте вспомним, такой замечательный праздник, как симхостоер, что мы делаем с симхостоером, танцевали, мы, что подберем тору, которая, расшатывали, это забедренные кости, должна быть закрытая, ее вообще даже не открываем, хотя есть общины, в которых принято, принято читать, рассказал об этом хабатникам, а не просто... Ну, это известная традиция, ну, сахашки нас все делают, да, после танцев, после танцев, не, не дай бог, после танцев еще все собираются, читают тору, но, если вы помните, в котором часу у нас заканчиваются танцы, и в каком состоянии мы там находимся... Ну, ну, нормально с тем, это всякие туристы, нехорошие. Если бы эти туристы, не в хорошем состоянии, не находились, то никто бы здесь не танцевал. Правда. Окей, хотя ты прав, Ян, в предыдущие годы, когда такое количество моих учеников не приходило, то мы спокойно здесь плясали без них. Нет, ну, это хорошо, что они приходят, большие молодцы, Коля Каводлэм. Все было нормально, почему бы я в этом году? В этом году было абсолютно, абсолютно, они очень добросовестно пришли, расставили столы, там, помогли, не, они красавцы. В этом году мы ушли. Только один, по-моему, напился. Один пришел уже, уже готовый, да, не суть важна, да, но, не об этом дело. Что мы делаем с ним? Что мы празднуем с ним в Хастору? А если кто-то помнит, мой контррорж Жолдвар Тора, который говорил перед танцами, о том, что, в Симхастору Тора, она как девушка. Она красиво одета. Мы же не сразу лезем ее раздевать. Сначала на танец пригласить, поухаживать, да, это то, что мы делаем с Симхастором. Мы начинаем новый цикл. Мы с Торой знакомимся заново. Мы даже рубашку не снимаем с Торой, да, но, сама по себе Тора не танцует. Все служение Симхасторой, это то, что мы делаем эти ноги для Торы, которые ее и танцуют. Абсолютно правильно сказали. Поэтому Алтаребе сравнивает, говорит, что это матнайм, это основа. Но мне, что мы, которые изучаем Тору, мы даем возможность Торе жить и развиваться. Я еще одну, мы сейчас задержимся немножко на этой аллегории, потому что мне кажется, что можно посмотреть ее с разных сторон. Что нужно понять, что Тора, это совершенно не архаичная книжка. Я не буду сейчас говорить там еврейской пропагандой, что мы живем с Торой там и так далее. Нет, нужно всегда нам понимать, что Тора это живой организм. Что это не книга. Тора, она развивается вместе с нами. И не только она развивается, как мы видим, сейчас объясню, не только она развивается в том, что на самом деле абсолютно очевидно, что мы живем в этом мире, мы говорили с вами о законах Шаббата, появляются какие-то новые разработки в Шаббат. Помните, мы здесь долго говорили о всяких выключателях, да или нет. Я сказал да. Я сказал да, еще раз. Хотя есть такие посты, которые говорят, что это просто Исфордов Расси. А были еще такие, которые сначала сказали да, потом сказали нет. Окей. Они были препорачены. Окей. Появляется какая-то новая, предположим, технологическое новшество. Что мы делаем? Говорим нет. Хас вышел. Ни в коем случае Равин не имеет права сказать нет, потому что мы баблом проверяем. Для Равина гораздо важнее сказать я не знаю, я проверю, чем сказать нет. Потому что, если вы помните, что Назир, который отказывался от вина и мяса, то по окончанию своего Назирута, по значению своего монашеского, образом говоря, периода, он обязан был приносить грехочистительную жертву. Почему? Потому что он не использовал тот мир, который Всевышний сотворил, для того, что мы использовали для его служения. И поэтому работа Равина это сделала так, что как можно больше всего, что нас окружает, было использовано для служения Всевышним. Поэтому, как только появляется какое-то новшество, в медицине, особенности медицины, когда мы говорим сейчас о заповеди, прурву плодиться, размножаться, все эти IVF, все эти суррогатные матери, все подобные вещи, это очень досконально рассматривается законодательно. Что можно, что нельзя, в какой ситуации, как это работает, и так далее. Это имеется в виду, что Торо живет организм, что Торо живет, мы благодаря тому, что мы используем этот мир для служения Всевышнего, мы Торо заставляем ходить вместе с нами. Мы ее носим с собой по всему этому миру. А когда-то один мой знакомый, друг, который стал у нас здесь в общине соблюдающим, он мне, сейчас он далеко, живет далеко отсюда, мне как-то сказал, позвонил, сказал, уже, слава Богу, на утро, правда, позвонил, и сказал, Ашер, я понял, что я стал писатым. Он говорит, я говорю, как ты понял? Он говорит, ты знаешь, он жил там в апартаменте, у него были мыши, и он поставил мышеловку, и ночью, такие липучки, и ночью мышка попала в эту липучку, и он говорит, это было 3 часа ночи, первый вопрос, который у меня возник, он говорит, так, что делать, мышку выбросить, надо позвонить Ашеру, потом посмотрел, в 3 часа ночи, все-таки не буду звонить, то есть, когда у тебя первый вопрос возникает, что, надо спросить у Равина, что еврей должен делать в этой ситуации, в этом пересечении времени, в этом пересечении времени и пространства, это Юга. Ну, ну, так что же, так что же, не об этом вопросе, Лука. Лука. Надо быть, кстати, с еврейскими книжками, осторожно, чтобы не держали книжки вверх ногами. абсолютно правильно, говорит Рэббетсон, говорят, если еврейские книжки дома, точнее, если у вас дома мыши, клопы, или что-нибудь еще, проверьте, где-то у вас еврейские книжки не стоят вверх ногами. Надо убирать все, если не лежат, не лежат, вот так. Нет, вверх ногах стоит, на полке вот так стоит. А, вот так, когда лежит, аж, ассетат. Ты в Нью-Йорке живешь. Ассетат, 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 ассетат. Я тебе скажу, когда мы жили еще в нашем старом доме, и когда наши соседи начали менять асфальт вокруг дома, то у нас сразу столько живности появилось в доме. Все сразу по всей книжке начали. Все книжки проверили вверх ногах. И поняли, что пока они занятся этим, чтобы... Поняли, что не в этом взялся. Не, согласен. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Книжки все равно хорошо проверить. Окей. И мезузы. Но, я хочу еще немножко дальше посмотреть на эту аллегорию. Сколько забиты? Не только, не только то, что мы делаем Тору живым организмом, потому что мы ее носим с собой во всем, что мы делаем. Когда мы идем в туалет, мы с него буквально ложимся, просыпаемся, рождаемся, умираем и так далее, потому что в этом и есть весь иудаизм. Но, я помню, по крайней мере, лично для меня, понятно, что человеку, не соблюдающему, это объяснить достаточно сложно, но я приводил уже эту цитату из одного сериала, по-моему, на лекции. Но я помню, что для меня лично, когда я учился в Яшиве, что было абсолютно, прием, потому что мои родители были абсолютно соблюдающими людьми к тому моменту, они тогда абсолютно непонятно, что я там делаю, чего я туда пошел, почему мне 18 лет, а я еще не в университете. для меня лично, выработалось абсолютно четкое понимание, в особенности, когда ты изучаешь Хсидус. Я сейчас немножко ухожу от того, что здесь говорит Алтареба, потому что Алтареба конкретно говорит именно о изучении Талмуда, но в особенности, когда ты изучаешь Хсидус, мне кажется, здесь правильно это сравнение точно так же, это действительно для тебя какие-то костыли, это как какой-то вот этот пояс, который ты обматываешь себе спину, когда тебе нужно поднимать тяжести этого мира, потому что мне немножко сложно понять, и я сталкивался с этим, для соблюдающего человека, который строит семью, карьеру и так далее, как это можно все совмещать, как это все можно сделать, если не изучать Хсидус, если не изучать именно Туратаха Сидут, не изучать о том, как устроен этот мир, и по-моему, я да, я ухожу именно на то, что Алтареба говорит именно изучение Талмуда, но это аллегория, которую он приводит на основе цитаты Шлома Мелеха из книги Мишлей, что это как пояс, который мы подвязываем свои бедра, что изучение Хсидуса, да, конечно же, и устной Торы, и Аллахи в первую очередь, это действительно как какой-то, знаете, на спину, который одевает такой вот пояс, чтобы тяжести таскать, потому что без этого, без того, чтобы ты постоянно себя подпитывал тем, что изучаешь Тору, ты теряешь стержень, ты теряешь вообще, как я приводил, я уже говорил, что цитату из сериала Шабабники, кстати, непонятно, почему второй сезон не снимают, где парень с девушкой на заботной трапезе, который, парень там из себя весь такой Талмитхохом, а девушка сходит под мышкой с Талмудом, с гемора не дарим, и они там, он говорит, как, что ты изучаешь Талмуд, зачем тебе, в общем, и потом они сидят на шаббат и разговаривают, и они одновременно говорят, что для них изучение Тора это как Амуду Шедра, это как позвоночник, это стержень, который тебя держит, который дает тебе возможность жить в этом, понять, что с тобой происходит, буквально там два шаббата назад один абсолютно религиозный человек, опять же, со всеми первичными, даже вторичными религиозными признаками трэба, ну вот скажи, почему у меня все через задницу, вот что такое, все происходит, все не так, я его спросил просто вопрос, скажи мне, когда ты последний раз садился с книжкой, там хита сделал, недельную главу отрывок выучил с комментарием, когда ты последний раз на урок Тора приходил, и он не мог вспомнить, когда это происходит, и я ни в коем случае, я сейчас не говорю, там не занимаюсь, я не говорю, поверь мне, я не говорю, не занимаюсь каким-то кликушством, он говорит, что вы только если будете изучать Тору, то тогда у вас будет все пучком, нет, идет речь о том, что это какой-то, это что-то, что тебя держит как стимул, как вот этот вот пояс, в котором подпоясываешься, и вот тогда ты можешь ходить по жизни, и поэтому мне кажется, что это, я просто для себя лично, я сейчас говорю абсолютно лично, в вещах это спровоцированное, спровоцированное изучение хасидизма, но в принципе просто изучение Тору, именно как мы, кто был там на лекции, мы когда-то говорили о втором вопросе, который говорит раба, зададут нам на небесах, это о том, или ты каватая тимна Тора, или ты устанавливал время для изучения Торы, тебя не будут спрашивать не о том, что ты, сколько разделов Талмуда ты выучил, сколько раз ты закончил Бавилонский Талмуд, или как я рассказывал в этой истории про полицейского, про труп, когда он сказал, if you did your page today, да, нет, это полицейский в Нью-Джерсе тебя может спросить, на небесах тебя называют имя каватая тимна Тора, или ты устанавливал постоянно, не спросите, сколько ты выучил, а или у тебя было постоянное время для изучения Тора, когда ты знал, что вот это время, когда я изучаю Тору, я рассказывал эту историю на шаббат, к сожалению, забыл ее, хотя на этой истории построил всю лекцию, забыл ее рассказать на лекции, но я думаю, что она сейчас абсолютно уместна, когда вот это было сьюмаша, с пары недель назад, да, помните, окончание, то я про все наткнулся на одну статью, которую пишет женщина, я думаю, что это из Израиля было, женщина, которая там пишет, что несколько лет назад их старшего сына решили выгнать из Ешивы, насколько я понял, это происходило в Израиле, выгнать из Ешивы, со всеми там регуляйшнс и так далее, это совершенно не так просто выгнать из Ешивы ребенка, да, и тем более в Израиле, а здесь проще, здесь участвовать, там это все гораздо сложнее, он должен был уже конкретно достать, в общем, ребенка выгнали из Ешивы, это все, если выгоняют из Ешивы, то выгоняют из Ешивы всю семью, дальше тоже ребенок не может идти в Ешивы, я рассказывал эту историю, которую Мелинс Фримен, он рассказывал о том, что когда еще Рэбер Аяц был, Рэбер, Ладно, тогда давайте полностью расскажем, что в Ешиве в Любовичах, я тогда уже в Ростове был, я уже не помню, где это было графически, был один мальчик, который очень плохо себя вел, очень плохо себя вел, в школе, да, помнишь, я рассказывал, что на площадку себя вел, его последней каплей было, это то, что он на урок привел козу, привел с собой козочку, класс, ну, тогда уже решили его выгнать, но это непростое дело, выгнать просто так, ребенка не знаю, тогда нужно собирать, в общем спросили, Любовичского Рэбер, Рэбер Аяц, по-моему, тогда был, выгонять или нет, он говорит, судя по всему, да, нужно выгонять, но перед тем, как выгоняете, вызовите этого ребенка, там, 9 лет или сколько было, и спросили, скажите, мальчикам, мы собираемся тебя выгонять из школы, мы собираемся выгонять тебя из Ешивы, в общем, вызвали, собрались спецсоветом, он пришел, все, мы тебя выгоняем из Ешивы, этот мальчик всплакнул, я приукрашиваю, конечно, историю, протер глазки и сказал, что вы, конечно, меня можете выгнать из Ешивы, но выгоняя меня, вы выгоняете всех, и моих детей, и моих внуков, всю мою семью выгоняете из Ешивы, все, наша жизнь, как еврея, будет закончена, и тогда они даже не переспрашивали, у ребраяца, естественно, там мальчика оставили в Ешиве, и я эту историю услышал, на одном форбреге, на котором, если не ошибаюсь, это Мэннис Фридманн ее рассказывал, когда он рассказывал, что он эту историю рассказывал, на каком-то, какой-то лекции, на кучу народа, там было, в Чикаго, и какая-то женщина в зале встала, и сказала, что это история про моего дедушку, да, и, выпьем обязательно, но, но, а стойкозы мы до сих пор молоко пьем, но, так вот, так вот, эта женщина пишет, что его ребенка выгнали, ее младший сын отказывался идти в школу, потому что, если я с ним, то ему неудобно, я думаю, такое отношение, они просто не знали, что делать, и тогда она говорит, что, статья называлась о том, что сегодня, под заголовок этой статьи было в том, что сегодня наши мужчины заканчивают, да, фа, йо, ми, заканчивают цикл, и мы заканчиваем, я, я и мои дети заканчивают вместе с, вместе с ними, и он говорит, что тогда мой муж сказал, что ты знаешь, нам нужно что-то работать, что-то сделать экстраординарное, что-то сделать, чтобы вообще исправить положение, потому что нам нужно только чудо, и он говорит, я хожу в синагогу, и там все время объявление, урок по, урок по недельной странице листу толмуда я за и когда ты не учил геморрой нормально не учил ну давай вот вот обязательно был урок был 7 до 8 каждый вечер это женщина пишет статьи что что ее муж начал ходить на этот урок и постепенно все что происходило в семье начал вращаться вокруг этого урока что папе нужно пойти на этот урок все должны там помочь с детьми нам быть вовремя чтобы помог пойти как она пишет что там все все уже привыкли к тому что на все шеваброхас куда мы ездили мы всегда опаздывали потому что мы могли уехать только после того как папа папа закончит урок и слава богу это действительно изменило полностью семью до бога шэм там дети истории хэппи-энд и так далее это изучение тор это мотнаем это вот эти вот бедра на которых мы держимся это именно то что кого-то и тим на тура то что должно быть не просто изучение торы не обязательно что-то там учить как космические корабли заправляются кабалу и поразлять большой театр не это идет и идет речь о том чтобы ты просто железно для себя каждый день именно в это время 4 кто был на этой лекции мы говорили об этом что рамбам пишет валахота валахота мутура о том что когда ты устанавливаешь время для изучения тора если ты решил что вот в это время там я не знаю с 8 до 8 30 ты будешь каждый день изучать помощь сражу недельную главу то это обязательно должно быть именно в это время потому что в это время там где-то на небесах тебе открыли открыть депозит бакс и только в это время это депозит бакс открывается и все вот это то что нас по это то что говорит раба нас просят на небесах было ли у тебя такое железное время изучать то раз неделю раз в месяц и так далее я вы час просто за это конечно обязательно хочу сказать лаком там у меня был не то чтобы проект просто люди организовали много-много лет назад часа как раз там было другом мероприятие где были люди которые вспоминали об этом организовали занятия занятия просто дома собирались такие домашние семинары в нескольких там местах в сити люди люди от эрудаизма не просто далеки а ну 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 я не знаю как вообще не бы не понимаете что это человек это люди которые организаторы этих классов пару лет назад пришел на пасхальный сэдов с бутылкой виски не они организовали раз в месяц чтобы собирались у них дома у них дома там еще других людей дома просто домашние такие сена приглашают своих друзей в трех местах там манхэттен это происходило в двух принципе и и и и и собирается просто люди ну ну категорически далекие от эрудаизма собирается я должен был ну вплоть до того что там у кого-то был день рождения решили отменить день рождения на чем мы там будем стерпиздеж приглашать на день рождения давайте рэпы позовем она рассказ сделать лекцию про про то как отмечают еврейский день рождения именно так было а это продолжалось достаточно долгое время потом там кого-то там начались проблемы в общем это прекратилось и бору хашем вот неделю назад в понедельник те же самые люди говорят там жена она вот причем это было очень смешно потому что мы встретились на похоронах одного из наших общих друзей это действительно было смешно который был постоянно участник этих занятий не друзей и в мамы и естественно там я проводил похороны я что там сказал там все и эта женщина которая была за инициатором все вот она камень покой ваша вот я учусь вас послушала здесь на церемонии я почему мы не собирают нет почему мы перестали собираться не так приятно вас слушать почему я говорю назвала имя игр с удовольствием вот любовью ну так сложно своей групп не все равно вот соберется пять человек мы придем будем учить торг главное чтобы это время установить главное чтобы это был чтобы что мы знаем вот мы тогда-то собираемся это делать него я понимаю что поверьте мне да у меня я преподаю перед тысячными аудиториями тоже но это не важно сколько людей присутствует это важно что мы это делали железно что я хочу сказать лхан что дамы господа 16 лет 16 лет мы здесь каждый каждый вторник изучаем торг это наш ответ на тот вопрос который нам зададут на небеса дай вообще не скоро у меня один профессиональный вопрос дали про судьбу этой бутылки скача принесенную на пособу сейчас не можно сделать ничего это нужно нет я надо выбросить а нельзя потом уже поздно это все носите кусок хлеба кинули на стол если вы даете его это значит что вы можете отдать только то что является вашим владением на вторе это конкретно запрет истории иметь во владение хамец даже чуть-чуть афилу бы машу матова у нас есть заповедь уничтожить его часть этой заповеди это уничтожение хамец если бы он принес на ее до пейсаха еще можно было поговорить мы бы сразу где нас не помню что может сейчас откопаем будет такая вот у меня бутылка виски ездила в машине во время пейсаха я когда продавал продавал я не машину не указал специальная мантра выбросить вместе с машину не указал на мои вопросы все так мне вежливо уговорили что как бы сам не отдай вы можете абсолютно да моя жена абсолютно права абсолютно спокойно можете ей пользоваться потому что если вы делали проверку хамеца делали в тот год не именно проверку хамеца делали тот год да если вы делали проверку то что ходи счет хамец и потом там сжигают и тогда когда и когда вы заканчиваете проверку хамеца и когда вы сжигаете хамец вы говорите декларацию что если есть какой-то хамец моих владениях которых я не знаю нашел я от него я я от него это не мое потому что продажа гою это только это даже устражение сыну неправильно сказать устражение да это вы его потому допустим хабаде в хабаде стараются чтобы конкретных хамец только если в этом есть большая потеря не продать не продавать то есть макароны не нужно продавать гой макароны цели что дома не было да 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 я буду мы все налоги продаем если есть макароны или там какие-то большие да если все отмирублено на принципе ты отказываешься от всего это все не твари конкретный еврей в пейсах приносит это 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 то о чем написано как говорится это все это конец софа да куда как оля лукой это может попасть как только он не и дает в подарок а он приносит для меня подарок это становится моим владением тут и тут же выбрать какое количество проблем сам тот факт что это в его владение это для него уже нарушение заповеди история который говорится что от этого с душа отсекается от источника души карета что называется когда он только мне и протягивают мне в подарок если я беру это в руки я уже нарушаю огромное количество всего если поставить на стол то все бы развернулись я бы сказал все встали и ушли никакого сэдер нибудь на те 200 человек которые пришел гордый с собой пришел на паскальный сейд и там не заходя одно я увидел что не то грозный так что давайте поставим жирную точку на сегодняшний проект пройденных полутора строчках спасибо большое алтаре бы что написал такую замечательную книжку и это особенность книжки которым лучше что то не это абсолютно мексиканский сериал вот него ты прочтешь одну строчку и столько всего можно поговорить столько столько аспектов иудаизма мне их рассматриваться и можно начинать с любой строчки в любой момент поэтому давайте сделаем лыхаем чтобы наши уроки проходили продолжались чтобы дай бог такое количество людей которые прошли через это занятие сложно даже себе представить но дай бог чтобы крайне мере хотя бы каждый из нас мог сказать всевышнему когда мы придем перед ним когда мы придем перед перед перестанем перед ним что мы скажем а вы устанавливали время для изучения в тотор по вторникам по вторникам мы это делали но дай бог что каждый установили себя дом приема для тебя лохи дай бог дай бог дай бог Продолжение следует...